Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Дорогие друзья, полностью все окна в этом доме выполнялись, производился монтаж с гидроизоляцией шва. Что это такое, если кому интересно, я ссылочку оставлю в описании, как я показывал все этапы, моменты, связанные с трудностями, с этой гидроизоляцией. Кратко скажу, что было на швах. Было произведено запенивание рамы. И была такая лента. Она уплотняла, то есть защищала пену. Состояла она из мастики на пароизоляции, если так грубо сказать. И основная функция – это защищать пену. Защищать пену от воды. Вот такая основная функция. Теперь хотел поподробнее остановиться. Вообще, то есть я уже говорил об этом неоднократно, но еще раз. Потому что много пишут комментариев относительно того, что это по технологии. Так нужно весь монтаж полностью делать. Но очень часто встречается так, что мы это не делаем. Особенно это касается входных дверей. Здесь никакой гидроизоляции нет. И вот делали дополнительное остекление. Здесь уже позвали другую контору. То есть они нам произвели монтаж. И как мы видим, никакой гидроизоляции шва нет. Давайте поподробнее остановимся на том, зачем... Мне просто писали в комментариях, даже с самого завода по изготовлению окон, что это очень важно, что это СНИПы, что это ГОСТы. Вот. Хотел сказать, что сама пена, она на самом деле независимый материал. И не нуждается в дополнительной защите. То есть это полиуретан. Полиуретан это, в принципе, влагостойкий материал. То есть он не боится воды, не размокает. Вот. Все еще зависит от изготовителя. Возможно, какие-то есть пены, которые боятся воды. Но, если вы будете брать всесезонку, вот, фасадную пену, то такой пене не страшно, никакая вода. То есть можете смело пенить и не бояться, не переживать. Это первое. Второе. Даже если у вас шов влагостойкий, не боится воды, боится воды, то есть не влагостойкий, вот, чем у вас шов отличается от основной части стены? То есть в таком случае быстрее промокнет стена и выйдет на улицу, то есть в этом месте влага, чем пена. Вот. Потому что у стены теплопроводность, то есть теплопотеря больше, чем у пены. То есть больше конденсировать будет стена, чем пена. Потому что пена, она изолирующий материал, то есть по теплопроводности он, ну, как утеплитель идет, а стена, она холодная. То есть кирпич, он всегда больше пропускает холода, соответственно, здесь больше будет влага. То есть мы больше должны переживать за стену, потому что вот эти места самые холодные, самые конденсируемые. Пена, она теплая, потому что это утеплитель, он не проводит холод. Вот. Вот. Поэтому зачем еще второй момент, это делать вот эту гидроизоляцию для пены, из-за того, ну, то есть если думать, что будет конденсировать, она не будет конденсировать. Конденсировать будет стена. Если здесь, допустим, широкий откос, тепло не достает до окна, и, допустим, холодное окно, стеклопакет, может быть ветреная сторона, то есть много нюансов, то есть может конденсировать откос из-за дальности откоса, из-за ширины. Вот. Но никак не пена. По соседству возможно намокание штукатурки или вот если что здесь будет у вас находиться, но это минимум. Минимум, что будет происходить. То есть пена, соответственно, будет сухая. Вот. То есть основной миф относительно того, что пену надо защитить от воды, я считаю, он неуместный в данном случае. Еще, еще такой момент. У вас защитить с какой стороны? Со стороны улицы у вас там фасадная отделка идет, то есть она защищает, чтобы сюда ничего не попало. С внутренней стороны, но опять же, с внутренней стороны, где вы находитесь, у вас не такая бешеная влажность, правильно? То есть если это касается обычной комнаты, то там всегда сухо, если даже какой-то конденсат появляется на окнах, но это исключение. Вот. То есть нужно заботиться о вентиляции, и тогда никаких проблем не будет. Вот. Если у вас какой-то там, допустим, кухня-коридор, более холодные участки, там, возможно, квартиры, то только в этом случае. И то, как я уже сказал, то есть пена, она теплая, она не будет конденсировать. И еще такой момент. То есть когда вы делаете внутреннюю отделку, то есть вы все равно какой-то материал наносите, который, допустим, согласуется с помещением. То есть если это, например, коридор, или это если кухня, вы делаете какую-то моющую краску, влагостойкую, правильно? То есть вы не будете наносить водоэмульсионку, которая истирается. То есть вы будете износостойкую, там, высокого класса блеска, чтобы она могла мыться. Вот. И это дополнительно защитит. Это дополнительно защитит не только шов, но и стену от влаги. То есть уже с этой стороны влага не будет никакая проходить. Поэтому смысла от гидроизоляции конкретно только пены на самом деле я не вижу. Я считаю, это рекламный ход, это какой-то такой трюк, чтобы выделиться среди других оконных компаний, для того, чтобы не было конкуренции. Я считаю, только основная функция это в этом. Потому что кроме как трудности в отделке, никаких больше плюсов я не вижу. Да, возможно, какая-то есть изоляция, но она не нужна. Это равносильно, если вы будете, например, зашпаклевали, допустим, стены, и потом еще сверху слоев 5 наложите шпаклевки. То есть сказать, что плохо будет, в принципе, не скажешь. Пускай будут эти 5 слоев сверху. Но смысла от них нет никакого. То же самое здесь. То есть сама по себе пена, она независимый материал. Единственное, что она боится, это ультрафиолета. То есть она разрушается под воздействием ветра и солнца. Если мы закрываем шов, если мы его заштукатуриваем, то с пеной ничего больше не произойдет. То есть мы можем не переживать. И забудьте об этой липучке. То есть как она неудобна, я ссылочку еще раз повторюсь, оставлю в описании. Именно в работе, что с ней делать. Потом есть вероятность растрескивания по периметру. Потому что сама вот эта мастика, она ходит, она двигается, расширяется, сужается. То есть мне приходилось в этом месте набивать маяк, набивать маяк, за которой бы держалась эта липучка. То есть я ее как бы придавливал. Вот только благодаря этому у меня была уверенность, что в этом месте она не отойдет вместе с штукатуркой. Липучка имела вот такую где-то ширину. Вот, к сожалению, уже все откосы подготовил к покраске. Я не могу сейчас показать, но ссылочку оставлю, если кому интересно, пройдите, обязательно посмотрите. Вот, поэтому еще раз повторюсь, это рекламный ход, не ведитесь. Вот, я считаю, если ее срезать, ничего страшного не будет. Но оконщики, они, конечно, страхуются в этом отношении, говорят, что если вы срежете вот эту ленту, то они не дадут гарантии. Поэтому здесь, если вы хотите гарантию, конечно, да, придется идти у них на поводу. Вот, потому что, если будут какие-то проблемы с окнами, они спишут все на то, что вы срезали эту ленту. И тогда вы уже ничего не докажете. Вот, только ради гарантии, возможно, это придется вам делать. Вот, а так никакого смысла нет. В принципе, все. Какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч.